Серия на сегодня у нас четырнадцатая была, вчера, правильно? Значит, сегодня пятнадцатая. Вроде так, но вроде так. Считайте там на куркуляторе, куркуливы. А сегодня что, девятнадцатого и серия пятнадцатая. Педали дали и погнали. Эх, мужики, и в зоне, и в ссылке всякое случалось. Оно и на воле иной раз бывает, и то не лучше. А вон недавно я на рынок пришел харчей подкупить. Гля, молодой парняга в инвалидной коляске побирается. Сам без ног сидит. И мать его возит. Ну, короче, разговаривался я с ним. Узнал, что человек в Чечне на растяжке подорвался. Он служил там. А когда вернулся калекой домой, ему такую пенсию дали, Что вслух назвать сумму, это единошоматом вырваться. Пшик. На хлеб и то не досыта. А в другом не, даже не мечтай. Вот тебе и защитничек. Ага. Служи, дурачок. Получишь значок. Ага. Защитник отечества. О, в разведке служил. Ты понял, Чечне? От службы не уклонялся. Не. А попал хуже, чем в петлю. Ага. Никуда не денешься. Ему для даже людям в глаза смотреть совестно. А что делать? Мать слезами у себя обливается. И вовсе горько. В армию же отправила здорового мальца. А воротился калекой. Вот какой с него помощник? Куда и кто его вообще на работу возьмет? Кому ты надо? Коль здоровые мужики тут без дела дожимаются. А на базаре ох и тяжко приходится ему. Милиция с него свою долю берет даже. За то, что на рынке он там побирается. Место держит. И его за это не гоняют. Отстегивает. По чуть-чуть. А эти кавказцы, какие торгуют на базаре фруктами, еще и сгаляются над ним. Ага. Подходят к парню. И при матери прям базарят. Ну шо, лопуха, а? Много тебе дали за медали? Скажи еще спасибо, что живой остался. У нас на Кавказе с чужим солдатом короткий разговор. Нечего вам у нас делать. Никто вас не звал. И никто вас не ждал там. А теперь попрошайничай. Ага. Зато приказ выполнил. Ты, отморозок. И этот парень мне говорит о своей беде. А рядом грузины стоят, слушают и ухмыляются. А у меня аж на душе кипит все. В чем тот малец виноват? Ну вот в чем он виноватый? Живет с матерью в старом доме. Ну да, без удобств. Без надежды на завтрашний день. Вот и хочу заглянуть к нему. Может, чем подмогну. Камин поставлю им. Ну, конечно, без копейки. Ничего не возьму. Вот только кирпича разживусь. Вот и так да. Ты что, отец? Да таких по городу полным-полно. Ты что, каждому поможешь? А вот ты сам вспомни. Вот кто нам помогал? Кто? Вот случись что с тобой? Никто тебя не поддержит. Не дай бог. Вот увидишь. Ну, никто. Что это на тебя такое нашло, а? Вскипел Федька. А ну замолкни. Я покуда в твой карман не лезу. Сам зарабатываю. И кормлюсь без твоей подмоги. Что ты мне тут указываешь? Ты сам пляк. Лишь как хвост поднял павлина. Ты петух ты щипанный. Молчи, коли батько говори. Я не прошу, чтоб ты со мной пошел к тому мальцу. Я об том тебя не прошу. Я еще с рельсов не падал. Когда мне лихо пришлось, мне тоже никто не помог. И только полковник всем был прав. Даже в том, что сына задавил. У каждого свой полковник на пути объявился. Ты, слава Богу, с Колымы воротился в целости. Хоть за это Господу обязаны мы. В благодарность подмогу несчастному уж чем сумею. Подмогу. За тебя, тем людям, радость доставлю. Я вас не зову с собой. Я не зову. Только помни, Федька, Доброе, что ты посеешь, Оно там все на небесах видно. Ага. И к тому старицей воротится. Что проку бружать на всех поголовно, а? Ты только себя расстраиваешь. Ты только себя расстраиваешь. Зло посеешь. Возьми меня с собой. Может, сгожусь там, ага. А и тебя, может, подсоблю в чем-то? Подал голос Петрович и добавил глухо. А я того мальца тоже видывал на рынке. Давай, давай, подмогнем человеку. Федька, хмыкнув, ушел в другую комнату, но ненадолго. Вышел на стук в дверь. Это Тонька с Колькой пришли. Баба принесла горячие пельмени и блины и поставила на стол. Ешьте на здоровечко. Колька, разыскав сразу же Федьку, потащил его на кухню. Иди сюда. Иди поешь, пока не простыло. Я потом. Сейчас что-то не хочется. Там же пельмени и блины. Мамка, знаешь, как старался. Даже лоб вспотел весь. А шо тут-то капало. И на нос показал. Ну иди, иди. А то же обидится, повариха. Я когда не ем суп, мамка мне кафетов не дает. Ха-ха-ха. Ты кафета ты. А я сам купил. И у мамки просить даже не буду. А она с тобой говорить не станет. Зато с тобой мы будем говорить. Нет. Домой меня прогонит. Она не любит, когда ее не слухаются. Вот я Томке кафету не дал. Мамка ругалась. Сказала, что все жадные. Это плохие и злые люди. Жадины. Говнядины. Их никто не любит. И не очень плохо живут. А мне самому кафету хотелось. Ой, как хотелось. Но мамка говорит, что больше она не купит мне. Все. А я тебе дам. Подморгнул Федька Кольке. Но когда вышел на кухню, увидел, что старики пьют чай с его конфетами. Ты понял, что деется? В большой семье мангалом не шелкают. Ага. А Тонька сидит рядом с ними. И внимательно, внимательно слушает разговор стариков. Вот черт, опоздал, подумал Федька досадливо. И, позвав Кольку, усадил его к себе на колени. Достал из вазы пару конфет, дал их мальчишке и прислушался к разговору. А со Степановной что возьмешь? Она соседка. С одиночки брать совестно. А вот про кирпич с ней потолковать стоит. Да закинь, где ей на овощной вазе кирпичи-то взять? Не глуми мне башку понапрасну, отмахнулся Петрович. — Ты, кирпичи. Там калачи у нее только, а не кирпичи. А я спрошу у нее, все одно. Давай ей позвоним и сходим. Навестим бабу заодно. О, проведаем. Он розаш пише. О, заодно. Двух зайцов. Предложил Михайлович. Едва старики засобирались в Дарье, Тонька тоже решила пойти домой. Но Колька заупрямился. Не захотел слезать с Федькиных колен. К тому же конфеты остались в вазе еще. И мальчишке они пришли очень даже по вкусу. И он незаметно для Тоньки набил ими себе все карманы. Напихал за щеки. И сидел, блаженствуя. — Тонька, я слыхал от Петровича, как вас сколько в детсадике забидели. Может, и впрямо осталось бы дома сколько? Себе дешевле будет. Ну сколько можно терпеть эту людскую глупость на себе, а? — Да я уж ладно. Мальчонку жаль. Но куда денешься от тех придурков? Они повсюду. Они везде достанут. И в школе тоже. Придется терпеть и не замечать этих отморозков. Отмахнулась равнодушно. — Знаешь, я что-нибудь придумаю для нас с тобой. Какой-либо совместный бизнес. Чтоб ни от кого не зависеть. Пообещал не очень уверенно. А я мало что умею. Вон наши бабы носки вяжут, варежки, перчатки, шарфы и кофты. Кофточки. А мне не привелось научиться этому. Не умею. Да из чего б я вязала? Где шерсть? Взяла б. — Тоня, это не выход. Все те вязания — это все копеечная выручка. Манки-бизнес. Тут нужно что-то серьезное. И деньги нужны для начального оборота. Стартовый капитал. — Ты не спеши сама устраиваться. Не спеши. Поперед батька в пекло. Как дед говорит? Не спеши. Дай мне подумать. — М? — попросил он устало. Тем временем Василий с Андреем уже пришли к Дарье и в раз приступили к делу. Вот он наш. Бизнес. И заговорили по сути. Сразу. С ходу. — Степановна, мы тебе камин, а ты нам кирпич найди. Понимаешь? Парнишку жаль. Кирпич надо б на. Ведь мой Федька мог на его месте же оказаться. Ведь мог? Мог. Я как глянул на него и на мать. Поверишь, душа кровью обливается. Ведь все мы под Богом ходим. Коль не поможем один другому, а? Як же ты станем? — Михалыч, не грузи. Ты конкретно скажи мне, что ты от меня хочешь, а? — спросила женщина. И Андрей изложил все подробненько. — Ладно. Будет тебе кирпич. И цемент дам. Но ведь сам говоришь, что нужна еще и плитка на облицовку. А вот с этим, с этим помочь не смогу. А я с камином могу до лета подождать. Могу подождать. Не горит мне синим пламенем. Не горит. Слышишь? Сейчас на работе он все равно, допоздна сижу. Тут же мне кормить вас надо. Да и грязь еще убрать, ага. У меня, когда домой прихожу, уже вообще ни сил, ни времени, ни хрена нету. Призналась грустно. Да, Рушка. Нашла об чем печальца. Хм? Нашла шо? Да моя Тонька всех вас накормит. Она же у меня целый вагон-столовая. И в твоем доме все тоже приберет. Я же ее с детства забираю. Рассказал Степановне, что случилось, а та молча слушала. Хмуро. На работу и я могу взять ее. Это не проблема, Васенька. Но где гарантия, что наши рабочие не станут допекать? Где? Даже если она скажет, что с мужем в разводе. А у нас и разводяк, и одиночек хватает. Вон, полным-полно. Все равно прикипаться и прикалываться станут. Все равно. От этого никуда не денешься. Никуда. Народ у нас такой. Каждый норовит в чужую щель свой нос воткнуть. Ага, засунуть. Хоть бери да обрубывай. Тут нужно уметь за себя постоять. Та речь не о Тоньке. Кольку шпыняют, змееныши, — вставил Михалыч. А с ним еще проще. Отдадим в школу к дочери моей, к дочери моей приятельницы. Она начальные классы там ведет у меня. Она все проследит. Она не даст в обиду пацана. Как за родным смотреть станет. Пообещала уверенно. И, глянув на Петровича, с улыбкой добавила. Коль, все так гладко складывается. Ты у меня тоже без дела не останешься. Забор мне почини. Поставь его на лапы поровнее, чтоб не покосился. А то половина штакетника вон поотлетала. Поотлетывала. Да и сами щиты того, глядя, все поотваливается. Столбики заменить нужно. Много их вон сколько погнило. Покосилося. Выровняй. Обнови. У меня полно кильки. Но самой всюду не успеть. Так что займись, если сыщешь времечко. Я Андрюхину жен. Кто ему кроме меня раствор вымесит? Уже после камина забор глянем. После комина. Съем мороки немного. В пару дней уложимся. Только помни. Столбы понадобляться. А коль хочешь надолго. На сто тысяч лет. Заместо деревянных столбов. Азбестоцементные трубы поставлим. Они не гниют. И служат дюжей долго. На века. Верно, скажу, Михалыч. И повернулся к соседу. Тот удобрительно закивал головой. Угу, угу. Ну, где посоветуете камин поставить, ребятки? Ну, как прикажешь, королевна, отозвался Андрей. И, обойдя весь дом, сошлись на том, что лучше всего будет поставить камин в столовой. Вот роза обалдеет, когда увидит. У нее все есть. А вот камина нету, рассмеялась Дарья. Ну, да. Нема камина. Не умеют тамошние, потому что не умеют. Не дано им наше промысло. Не дано. А хвалилась, что их не все могуть там, да? О, могуть. Перемогуть. А вон воно. Осечка. Чик-пик. Обрадовался Петрович. Им камины, что жопы, галстук. Совсем ни к чему. У них ни холодов там, ни хрена, ни снега даже не бывает. Нашу им воно таке. Потому только и ци кондиционеры ставят. Конденсаторы. Ему-то нажав кнопочку, все. Он тебе тепло и холод даст. Як ты ему закажешь. И все без мороки. Тики-свет давай. Говорил Михайлович с видом знатока и продолжил. Да мне сама Роза говорила о том. И по телевизору показывали, как живут те, кто в Израиль переехал. Израильтяне. Они забыли вообще, что такое дрова. У них в каждом углу цивилизация. Комфорт. Эх, Андрюха. А об главном, об душе о ней забыли. Ну, имеют они ци конденсаторы, кондиционеры. Ну, то шо. Но не замените живые имя каминные. Не замените. И сам про то вядаешь. Наши каминные, то для души. Душу греют. И они не только греют, а и чистят всю душу. Сымают всю хворю усталость. Все выбывает. Аж вылетывает самое плохое. Чистить трубы. Железком, пусть и самым умным, с тем нам не сладить. Не. А с чего им души лечить? Они спокойно живут. У них ничего не болит. Никакая блоха не грызет и не точит. А не базар пустой. Че ж та роза в своем Израиле одна тогда там сохнет, а? Высыхает. Пысьма пышет. Или ты поверил, ровно бабе сиротой в свете легко дышится? То она тебе на уши навешала, но не мне. Я в такие басни давно веру растерял. Не. Баба, хоть она и сильная, а подпора надобна всегда. Иначе гнется и стареет баба. Верно, скажу, Дарья? Верно? Че не? Тут подпорка нужна. Палочка. Палочка. А с чем тут спорить? Уж даже не о помощи речь. Придешь домой, поделиться даже не с кем. Словом бы хоть обмолвиться. А с кем? Кругом одна, как на том кладбище. Неприятность на работе. Сама выривусь ночью в подушку. И все на том. Заболеешь, то вообще вовсе хило. Даже в аптеку послать и того некого. Всякое случалось. Что тут даже говорить? Ну, с другой стороны, вот сами посудите. А где теперь путевые мужики? Ну, вот где они? Хорошие все заняты. Ага. Ага, ну оно кому нужно? Вот так и у Розы. Были бы у нас с нею приличные мужья. Ну, разве мы с ними развелись бы? Ну, так и живем одиночками. Гордые одиночки, да? Каждая в своей норе. А уж как приходится и достается. Ага, только нам одним известно. Никому этой доли не пожелаешь. Даже лютому врагу. А Роза на будущий год проедет? Пролететь? Поинтересовался Михалыч. Не знаю. Если дети к ней нагрянут, она вряд ли сумеет вырваться. Сколько бы она ни жила в том Израиле, она останется нашей матерью. Нашей. И как те ее нынешние земляки не выставят взрослых детей в самостоятельную жизнь, не выставят. Наше воспитание. Потому что какие бы ни были, они наши дети. Роза не оставит их одних без помощи и поддержки. Никогда. Да что там говорить? Вон ко мне моя дочь пришла. Глаза в глаза стыдно глянуть. Сама вся в слезах и в соплях. Везде непруха ей. Везде облом. Конечно, дала ей денег. Продуктов дала. А куда я денусь? А, тоже нащупал и кнопочку. А куда одеться? Ведь она моя дочь. И умнеем все с годами в бедах. Умнеем. Становимся сильней. Пусть бы они обходили стороной нашу детвору. Глядишь, и мы пожили бы подольше. А уже через неделю сидели все втроем перед камином. О, перед комином! Дарья радовалась и вдруг вспомнив, спросила Петровича. Васек, скажи, куда привезти кирпич тому пареньку, а? Который на базаре. Петрович отвернулся и ответил охрипшим голосом. А уже не нужно. Почему? Помер он. Повесився. Не выдержал. Устав от этих унижений. Не совладал с собой. Так шо все. Не нужен той твой кирпич. А мать? У него, вы говорили, старая мать была. Тоже померла. Сердце не выдержала. У нее, кроме сына, не было никого. Она за хлебом пошла, когда ее сын повесился. От сама только и успела похоронить его. Когда в могилу мальца опускали, она як закричала. И тут же все. Парня помогали хоронить, как участника боевых действий. А мамку на другом кладбище, где бездомных хоронят. За нее платить было некому. И опустил голову Андрей. — Не успели мы. Опоздали. — Не повезло, — добавил человек тихо. У меня на работе сегодня стычка была. Грузчик наш так избил свою жену, что она в реанимацию аж попала. Цепью выходил бабу. Приковал наручниками к батарее и как сидорову козу выдрал. — Это за что же так? Круто. Как собаку до батареи. Гуляла от него. Все годы изменяла мужику. И он все знал. Ругал и по морде бил. Ну а тут достала до печенок, и все. Ведь двое детей, а у нее ни стыда, ни совести. Хахалей в дом приводила. Ну вот и получила. Все зубы он ей повыбивал. Саму до черна уделал. На спине и на заднице шкуру до колена содрал. Эта стерва пришла в себя в реанимации. И не о детях, а о хахале спросила. Мол, живой ли он, а? Сумел ли убежать от мужа? Вот вам тоже мать. Такой если бы насмерть забил, жалко бы не стало бы. Одно плохо. Детям как жить в такой-то семейке? Досадовала Дарья. О да, тут другую мамку шукать надо. А теперь где мамку-то сыщешь, когда кругом одни бляди, а? Буркнул Андрей Михайлович. Слушай, ты полегче, полегче на виражах. Что, это выходит я тоже? Чи шо? А ты-то тут про чем? Ты свою взрослую накидаешь. Не? А эти... Эти совсем малышей бросают. Вася. Так что, что там Тоня решила с работой? Пока могу взять. Эти места не пустеют. Пока еще могу взять. Уже прям просится туда? Повернула Степановна к Петровичу. А тот закрехтел. Кхе-кхе-кхе. Понимаешь, Дарья, боится моя Тонька. Вот боится этой работы. Ведь она же в деревне училась. В том городе. Ну и что? У меня половина вон кладовщиков все из села. Уже поскольку лет стажа имеют. Все научились. Все справляются. Никто не жалуется. И ее научим. Ага. И тебя вылечать, да? А Кольку? Кольку вонокудыдины? Спросил человек. В наш детсад переведем. Ему там даже лучше будет. Платить за него совсем немного придется. А уж на руки получит больше, чем в том детсаде. Куда теперь вон водите. Это точно. Ах, трусиха моя Тонька. Трусей. Она дюже-дюже перемен пужается. Боится война. Я с ней общалась, когда она убиралась здесь. Нормальная женщина. Да у нас она спокойно справится. Я же вижу. Первые две недели получится. А дальше сама примет склад. Ничего трудного, ничего страшного в нашем деле нет. Поверь мне. Петрович. Петрович. Таке. Пит. Пит. Текучка. Воровать и пить не даем. Текучка. 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 Заортачился сразу же мужик. Зачем? Будешь завхозом по совместительству и плотником. Сразу же на всю базу. Станешь за порядком следить. Не только в конторе, а и на складах тоже. Рядом с Тонькой будешь, а? У нас эта должность как раз вот свободная. Не каждого возьмешь. И не каждому доверишь такое всякому. Эй, не, Дарушка. Не уговорила. Получка дюже жидкая. Я на закажах и то кучерявой зашибаю. Лопатами грибу. А ну как стукнет в голову свернуть к молодке на вечерок, а? Як таке стукне мача. Шо робить? С чем я к ней пожалую? М? С чем пройду? Нынче, а прежде чем впустить. Смотрят в глазок. С чем ты возник сразу же? Вот як щас смотрят. А коли в руках пусто, о-о-о-о. Даже не отворят. Ха-ха-ха. Не отворят. Ах, Васек. Так. Плохи твои дела, что бабы на подарки, а не на самого смотрят. М? Плохо дело, да? Кхе-кхе. В таком даже стыдно признаться, да? Совестно? Упрекнула Степановна. Жизнь такая пошла. Жизня, навманя. Шо ты меня стыди? Не стыди. Спросим у бабы, я покуда ще пользуюсь. Порох в порховницах. Я ще порхаю. А он недели две назад делал ремонт в доме. Где хозяйка баба? Ох, и прижала к себе. Що як есть прижала. Горяча женщина. Молодая. Ха-ха. Да только я в отказе. Я усталый. Быв. Ха-ха. Это небось потому, что платить не хотела за работу, да? Не обижаюсь. С полна дала. Так отдала или отдалась? Рассмеяла Степановна. Ха-ха. Я уже не помню. Засвущался Петрович. Да не пытайте его, Степанов. Наш Петрович к бабкам, а не к бабам в гости ходит нынче. Да и того только лишь с пряниками. Говорит, шо с этими гостинцами они сговорчивые становляться. Чаем поют безотказно. Да? Ха-ха. Смеялся Михалыч. А ну не брюши мне тут пустое. А ну не брюши. Досадовал Петрович. Ну, че уж там базарить. Пошел наш Васек к свиридихе. Целый вечер у нее на кухне просидел. Про жизнь тарахтели. А? Твоя жизня. Ха-ха. Ну, маня. Целую ночь про тарахтели. И только ночью уже у себя дома вспомнил, зачем он к ней приходил. Не, не хожу я к ей в гости. Не хожу. Отнекивался Василий Петрович. Понятное дело, неловко стало с того раза. Вовсе шли рожд достал, да? За все места. Бабка даже не мечтала с тобой молодость помнить. А ты у ней весь чай выпил. Ха-ха. Ты даже пранники, який пранес, сам и слопал. Да будет тебе лишнее на меня городить. Че ты городишь, а? Церчал Петрович. Да что там лишнее? Вон ставил я камин по заказу. В квартире. Ну и Петровича с собой взял. Чтоб кирпич подавал. Чтоб раствор замешал. А? Подсобник. Ну, а хозяйка попросила Васю диван отремонтировать сразу же. Мол, не раздвигается он у нее. Ну, не может разложить его. Так-то и увела его в другую комнату. Угу. А я жду-жду, жду-жду. Кирпичи. А Васи нету и нету. И хозяйки тоже нету. И слышу какой-то хохот, рыгохот, хихоньки-хахоньки. Ну, а пойти не решился. Совестно. Гляньте, а уже только под вечер вышли голубки из той комнаты. Ммм, вылители голуби. У Петровича штаны ширинкой на заднице смотрю одетые. А у хозяйки юбка вся наизнанку. А? Починили дивана? И оба счастливые, глаза шваркают. Ха-ха. Сверкащие. И глянул я на той диван, якуй не раскладывался. А теперь его сложить даже не можно стало. А хозяйка на радостях лопочет. Нехай так и стоит до другого раза. Вот так и каже. Нехай стоит. И теперь, как мимо того дома идем, Вася всегда дергается. Ага. Все норовит в гости заглянуть. Побачить. Диван свой проверить. Ну, что ты несешь, а? Что ты пердишь? Качал головой Петрович. Не, Дарья. Ты не гляди, что голова у него седая. Это ерундель. Наш Петрович со всех концов из стали сделанной. Где ты увидела второго такого? Чтоб расписанный всю жизнь в холостяках дышал. Где ты такое видела? Ни где. Его и нынче нельзя на заказ одного отпускать. Нельзя. Не можно. Бабы на сувениры разорвут моего напарника. Ох, какой подсобник. Только кирпичи подавай. Хе-хе-хе, да? И попробуй потом еще докажи, что вдвоем приходили. А ну, уймись, Андруха, уймись. Вот зашелся, змей. Крутив головой Петровича, спросил соседку. Дарья, килька для забора где положена? Сухая ли она? А? Де килька. А, под навесом ее сгрузили. Часть на чердаке. Да любую бери, она вся сухая. Ну, тогда, тогда я завтра пройду, пообещал Петрович. Послушай, Вася, давай сначала Тоню ко мне пришли, хорошо? Сначала с Тонькой давай разберемся. С ней определимся и с сыном. Может, и тебя уговорю в завхозы. А уж потом уже об этом заборе. Он никуда не денется, твоя килька. Кстати, Михалыч, а сколько я за камин должна? Чашку чая. Е? Да ладно тебе, я серьезно. Ну, не смеши, Дарья. Мы ж с суседей. С суседей мы, че не? А я дишь еще самому доведется обратиться к тебе не раз. А? Ну, если смогу помочь. Не откажу. Понимаешь, попросил меня наш сосед Тихон обложить ему кирпичом гараж. Ну, да ты знаешь, он через три дома от меня живет. Через три. Мы с Петровичем сразу уломалися сразу и пошли глянуть на той гараж, чтобы сказать мужику, сколько кирпича привезти нужно. Ну, ходим вокруг, обмеряем, обмеряем, подсчитываем, куркулируем. И вдруг Тихонова баба из дома вышла, и я так с дуруя кляпнет. А шо-то забыл ты ей таки? На троих соображаете? Я же окосел. Всякое ожидал, но не такое. И в раз даже не смог ответить. Не поверил, шо вот это вот чмо про нас вот это базарит. Ну, тишка, давай ее уговаривать, успокаивать. И до меня дошло. Так досадно стало, так горько, что ухватил Петровича за рукав и пошли с ним с того двора. А Тихон за нами кинулся и просит. Ребят, погодите, куда же вы? Мы еще не договорились. Постойте. А баба его стоит и оскаляется. О, собака. А меня аж трясет со злобы, глядя на нее. А тут-то и прорвало. С самой Сибири так не лаявся. Будь то ж ты снова в силку загармел. И как забазарил тому мужику. Ты, таракан ты, кастрированный, чучела ты обосранная, а? А ну заткни пасть своей гнилой параче, той немытой лоханке. А ну заткни. Нехай мозги сыщет, прежде чем свою галошу разинуть. И ж вонючка подзаборная вылезла людей срамыть. Сиди в своей будке, не дергайся. Ты ж глянь, от нее не только вороны со страху улетели. Пугало сбежало с огорода. Хохотал Михайлович. Короче, тот Тихон предложил нам деньги и немалые. Но отказались мы с Петровичем. Как есть, отказались. Досадно было, что баба ни за что нас изгадила. А все от того, что мужик ее в руках не удержал. Сам под пятку к ней попал, а? И в дураках оказался. От тебе тоже соседи. Зато нынче не здороваемся, не. Даже не бачим друг друга. Пусто место. О! Ну разве не обидно услышать про себя брехню? Ну вот разве не обидно таке? Мы кирпич считаем, а вона на троих. Ты понял, чи не? Ты еще так время так обидно выбрала. Как раз, как сказала, куда надо. Нас с Василием за всю жизнь никто на улице пьяницами. Никогда не видел. Даже праздники. А это смуродина. Рыла ты, мурила. Мандолина ты, овечья. Насмелилась про нас вот такое базарить. Грязное. Вот и маются вони там теперь со своим гаражом. Протекает он у них по всем швам. Та хай вообще впаде, покосится. А мастера к ним даже и идти не хочут. В городе каждая собака его бабу знает. А за три весты каждая обходит. Богавкается. Как все нам сочувствуют, что такое говно вообще в соседстве с нами живет. Ой, не говори. Я с этой шалашевкой тоже сталкивалась не раз. Ее теленок в моем огороде как раз он оказался. Как глянула, что он натворил там. Даже разревелась. Ну, захожу к этим соседям и зову глянуть, что там теленок отчебучил. А она мне отвечает. Возьми и выгони его со своего огорода. Подумаешь, большая беда. Ты с базы столько провезешь, что стаду не сожрать. Чего тут выделываешься? А ну, не визжи визгом. Голодом не осталось. Ну, достала она меня. Поперла на нее буром. Надавала по мордам, по мордам. И сказала, если ущерб не возместит, я теленка завтра на бой не увезу. И деньги заберу. Тут ее шипзик мигом как подхватился. Вытащил телка с моего огорода. Привел свой сарай и закрыл на все засовы, чтобы я животину не увела. Ну, ущерб, конечно, не возместили. Зато обоих дрыном погоняло, сколько было сил. И тоже нездоровкаюсь. Не, пусто место, точно. Ну, разве они люди? Недаром еще старики говорили, что плохой сосед, он хуже бешеной собаки. Вот и эти, Тихон с бабой. О, в тихом омуте Тихон, о-о-о. Со всеми на улице перегавкалися. Случись у них шо? Никто не подержит. Никто не подможет. Средь нас ровно за границей живут, о, як отгородилися. Всем чужие, да? Всем ненавистные. Один ты хороший. О, не хотел бы я себе такой участи. О, не хотел. Сказал Михалыч и дюже посерьезнел. У всех свои недостатки. И мы тоже не без них. Но предел знать нужно. Все мы одинокие. Однако не выплескиваем свои беды, как помой на голову других. Не выплескиваем. Все терпим. Ха, своей избе держим. Переживший горе всегда будет беречь окружающих от бед и неприятностей. Будет помнить свою собственную боль. Она случается, помнится через годы, через всю жизнь пронесешь. И не каждому дано устоять в ней на ногах. Ой, не каждому. Глава шестая. Директриса. Директор. Шо, уже директором стало? О-о-о. Дарья очень не любила большие компании. Сборище и торжества. Не любила. Не признавала затяжных вечеринок и громких попоек. Не. Всему веселому застолью предпочитала тишину. Тишину и спокойствие. У нее никогда не было много подруг и друзей. Она быстро уставала от новых знакомых и старалась их не заводить, даже избегать их. Но жизнь всегда распоряжалась по-своему. И только теперь она жила сама. В одиночестве и покое. А? Дожилыся. Так и живы. Но. Годы прошли. Так считала женщина, внушив себе, что ей всегда и во всем не везло. Не сумела наладить судьбу, потому что всегда забывала о себе. Жила для семьи. Она даже и не представляла, а как можно вообще жить иначе. Другое Дарья никогда не понимала. И не восприняла бы. Все потому, что давным-давно, когда Дарья еще не была на белом свете, ее родителей выгнала в Сибирь советская власть, объявив всех поголовно кулачем, кулаками, врагами народа. И отняв у пятерых детей и стариков корову с теленком и два десятка кур, выгнали из дома, в чем были одеты. Не хотела семья вступать в колхоз. Отказалась добровольно отдать корову в общее стадо. Попрятали кур в подвал. Но все нашли эти дотошные соседи. Ух, язычки! Указали, выслуживаясь перед властями. О том, как гнали ее семью в Сибирь, девчонка узнала из рассказов матери и от бабки. Из восьми человек их только трое осталось живых. Другие умерли по пути в ссылку, где по приказу властей они должны были жить до полной победы мировой революции. Несколько лет все втроем жили в землянке. Разрабатывали в тайге участок. Корчевали лес. Бабка была очень умной женщиной. Потому ссыльные считались с нею и очень советовались. Уважали. И вскоре они создали свою собственную артель и стали строить дома. Не обошли вниманием и семью Дарьи. Поставили дом, пусть небольшой, но теплый и очень даже уютный. Троим вполне хватало там места. И люди радовались, что Бог увидел и не дал им пропасть. И вот вскоре у них возле дома появился огород. Там и тайга помогла ссыльным. Одарилась запасами грибов и ягод, орехов. В реке водилось очень много рыбы. Потом в поселении появились свои коровинки, куры, животные. Средь ссыльных не было лентяев и пьяниц. Не было. Все были трудягами, очень хорошими хозяевами. Работали с самого детства, привыкшие. Помогали старшим всюду и везде. Этим людям строго-настрого запрещалось покидать пределы своего поселения и общаться с жителями окрестных деревень. Но никакие запреты не могли удержать, и люди, познакомившись с местными, ходили друг к другу, дружили и помогали выживать. Дарья очень хорошо помнила, как мать с бабкой вспоминали баню, построенную в их сыльной деревне. В ней мылись и парились все сразу, все вместе. Мужчины и женщины, старики и дети. И никто не прятался, никто не стыдился. Все было чисто и очень пристойно. Никто никого не разглядывал и не осуждал. Здесь все делалось сообща. Мы вместе. Команда. И уже в третью зиму сыльная деревня полностью вышла из землянок и поселилась в домах. Были здесь и свои знахарки, заменившие врачей. Имелось двое учителей, были свои пекари и даже свой священник, отец Яков, без которого не обходилось ни одно событие. Мать Дашки вышла замуж в шестнадцать лет за парней своей артели. Он был старше на пять лет и стал заботливым отцом и мужем. Степан не стал строить отдельный дом, не захотел отделяться от матери своей жены. Он был охотником, и, как говорили, удача его не покидала. Сыльная деревня никогда не знала перебоев с мясом, и в каждом доме ели люди всю зиму пельмени и котлеты. Мняся, як е. Коклеты е. Как познакомился Степан Солей, матерью Даши, о том девчонка слышала очень часто. Пошла в лес за грибами и незаметно забрела в чащу. Ее звали-звали, кликали, но она не слышала голосов. Слишком далеко ушла. Увлеклась и даже не приметила, что оказалась одна. Одна-одинешенька. И уже обе корзины грибов насобирала, и пора уже и вернуться. Но куда идти, она не знала. Села на пенек и заплакала от страха. А тайга на все голоса кричит, пищит, рычит и воет. Девчонку озноб трясет. Уж сколько сама звала подружек, совсем охрипла. И вдруг она услышала чьи-то шаги. Поначалу подумала, что медведь через кусты ломится, и на всякий случай на дерево залезла. И она даже и забыла, что медведи тоже хорошо по деревьям лазают. Но вскоре увидела, что у идущего на голове шапка. А уж звери их не носят. Не. Это она знала доподлинно. И закричала, позвала на помощь. Степан подошел, снял Олю с дерева, подержал на руках. Они знали друг друга, очень часто встречались в деревне. А тут на тебе, будто впервые встретились. — Оля, а ты такая красавица! — Как раньше того не замечал, — сказал он удивленно. И он вывел девушку на опушку к самому поселению, отдал корзинки с грибами и, продержав, попросил. — Выйди ко мне сегодня. На свидание. И она пришла. Степан давно ей нравился. Да я только виду она не подавала. Считалось неприличным первой признаваться парню в любви. И вот так они встречались почти два года. А когда решили пожениться, всем поселением справили им свадьбу. Ох и веселая она была! И-и-и-и-а! Даже старики не усидели, плясали до седьмого пота. Казалось, сама тайга радовалась за молодых и кружилась в пляске вместе с людьям. И вот так вот целых семь лет жили они счастливо. Степан любил всех, но больше других дочь Дашеньку. Сам ей имечко выбрал. И очень гордился, что растет крепышкой. Рано стало говорить и вскоре пошла, а потом и побежала. Ее звонкий смех знала вся деревня. В глухом поселении ссыльных не было радио, не привозили газеты. Как я там. Э-э-э. Но от жителей окрестных деревень люди узнали о смерти Сталина. Как бабах, как бамбахнуло. Что же теперь с нами будет? Чего нам ждать? Что дальше? Может, и домой вороть от нас? Гадали старики, и люди как-то растерялись. Они испугались будущего. Властям здесь никто не верил. Э-э-э. Все помнили, как оказались здесь. Всю жизнь сломали. Но даже тут, в глуши Сибири, добирались к ссыльным всякие контролеры, уполномоченные, переписывали всех людей и скот, как той скот, огороды и сады переписывали. А потом еще заставляли платить налог за каждую курицу, за всякое деревце здесь, за жалкую пять земли. Платите! И попробуй, еще не заплати вовремя. И ссыльные знали, что их потом ждет. Ведь неподалеку колыма и детена. Ею грозили каждому и постоянно. И что ж теперь ждать? Что ожидать нам? Вовсе нас закопают тут нас живьем. Пугались ссыльные. И замерла, затихла жизнь в деревне. Тут не только петь, даже разговаривать громко никто не решался. Все как шепотом говорили. А Дашка еще ничего не понимала. И вот вдруг в поселение приехала комиссия. Люди ходили из дома в дом. Ссыльные на всякий случай прятали от них по привычке кур и поросят, чтобы не обложили их новым налогом. Кверху еще. Но эта комиссия никого не считала, не обмеряла и ничего не записывала. И ссыльные недоверчиво скупо рассказывали о себе, не зная, чего дальше для себя ждать. Власть еще ни разу никому из них не помогла. Ни разу. Того и не ждали. И комиссия тоже, ничего не пообещав, она так и уехала. А люди, подождав месяц-другой, видя, что никаких перемен нету, они немного успокоились и зажили своей привычной жизнью. И почти год не видели в своем поселении чужих людей. За это время в ссыльной деревне рождались и умирали люди, строились новые дома, создавались семьи. И хотя жилось людям крайне трудно, боялись перемен к худшему, и всех приезжих встречали настороженно, недоверчиво. как вдруг узнали, что теперь их детям разрешено ходить учиться в деревенскую школу, а к ним ссыльным будет приезжать врач и станет лечить всех больных здесь. Вскоре в деревне появился свой почтальон, даже парикмахер приезжал раз в месяц. И Дарья очень хорошо помнит, как впервые она увидела кино. В набитой до отказа избушке собралась вся деревня. Смотрели фильм про любовь. А Дашка так и сидела на коленях у отца, она еще не понимала, о чем этот фильм, но было очень интересно. его крутили целую неделю, пока не взмолился киномеханик. Потом появилась библиотека, но сюда приходили поговорить, пообщаться в избушку. в избушке, пиани Субтитры подогнал «Симон»